Приветствую вас и давайте для начала попробуем посмотреть на вашу ситуацию с какой стороны. Вы любите свою семью, вы желаете ей счастье, вы стараетесь быть лучшей, идеальной и так далее. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, можете ли вы дать своей семье все, что вам нужно, если не будете, ну скажем, самостоятельно лично развиваться, то есть, будет ли в вашей семье с вами весело, с вами комфортно, значит, если вы не будете принадлежать частично самому себе, для домой, чтобы за счет того, что вы получаете как личность, как отдельный человек, как индивидуальность, вы могли бы обогащать свою семью новым опытом, новыми какими-то моментами и так далее. То есть, допустим, вы, скажем, занимаетесь хобби своим и услышите там какую-то интересную историю. Поставьте на эту историю интересную, потом расскажите в своей семье и будет повод для обсуждений и для, скажем, совместных, совместных разговоров. Так вот, как вы думаете, желаете ли вы делать свою семью счастливой таким образом? И делаете ли вы ее таким образом начислили, если, ну, вы принадлежите к реке, то есть, полное самопожертвование, полное растворение в семейном образовании. Да, да. Далее, ну, нужно сказать так. Вот, если вы любите своих, значит, домочастов в сторон своих семей, то вы хотите делать их счастливыми. Соответственно, вы знаете, что для них лучше всего, что для них правильнее всего и что принесет им наибольшую радость. Вы это все знаете. И наверняка, если ваша любовь искренняя, вы это все им стараетесь дать. Но вы же понимаете, наверно, что если ваша семья любит вас, то они делают то же самое. Как они точно так же хотят стремятся к тому, чтобы дать вам самое лучшее, чтобы дать вам самое ценное, чтобы вы максимально были счастливы. И, наверное, вы понимаете тогда, что возникает вопрос. Вот, когда вы приносите себя в жертву, значит, в семье, как вы думаете, вы станете счастливы от этого? Думаю, вряд ли. А как вы думаете, если вы что-то делаете из-под палка, то есть, потому что вы считаете это долго, потому что хотите, вы делаете счастливы от своей семьи? Думаю, нет. А как вы думаете, когда вы неисчастны, вы позволяете членам семьи для вас что-то делать? Вы считаете, что вы как бы позволяете членам семьи делать вас счастливы? Думаю, нет. И вот именно такие вопросы вам нужно задать, чтобы на первое время, на первое время для себя уяснить. Додавительность, по сути, по сути, является исключительно лишь вашим средством. Если же ваши домочадства, ваши члены семьи ведут себя таким образом, что вы находитесь в своих подчинениях, вы чувствуете, что они стремятся вас загнать в какие-то рамки, стремятся подчинить вас в своем интересе. Это необходимо понять. А, простите, а зачем они это делают? А разве любящие люди стремятся подчинить человека, которого они любят? Ряд ли. Значит, что они делают? Они делают что для них и в их интересах. В их интересах, чтобы вы подчинялись им. В их интересах, чтобы вы полностью отдавали им себя. Они за счет этого будут жить так, как они хотят. И смотри, какая стация получается. Они в своих интересах действуют, а вы нет. И простите себя. А в чем вы ходите? Почему вы ходите? Почему они могут что-то делать в своих интересах, а вы нет? Почему они могут сами для себя, значит, сделать что-то, а вы не можете? Почему они не чувствуют вину, например, за то, что делают что-то для себя, а вы чувствуете? Чем вы отличаются от них? В чем ваше отлично? В чем ваша разница? Вот ответ на этот вопрос поможет вам, без лишней скромности скажу, поможет вам определить корни этой зависимости. То есть какие-то установки внутри вас, которые мешают вам обрести самостоятельность. Дальше. Следующий аспект. Он заключается в том, что у зависимых есть следствие всегда, следствие некой потребности. То есть вы находитесь в зависимости, потому что вам так удобно вы это находите. Это удовлетворяет какие-то ваши желания, какие-то ваши потребности. Нужно определить, какие именно потребности удовлетворяет ваша зависимость, чтобы дальше через осознание, то есть вы поймете, что, допустим, вы зависимы потому, что боитесь принимать решения, боитесь остаться одной. Да, вот допустим, ну допустим, да, допустим, такая причина, ваш страх остаться одной. Далее, вот такой вопрос, почему вы, собственно говоря, боитесь остаться одной? То есть что такого в этом страшного? Ведь если люди любимые, они вас примут, они никогда не бросят, они вас принимают так, как они имеют. То есть, получается, когда вы создаете ситуацию, проверяющую отношения ваших родных, вы по сути проверяете их отношения к вам. Насколько эти отношения искренне? Насколько они направлены на вас? Насколько они направлены на вас, чтобы вы женщины? И если этого не происходит, значит, люди это не так сильно вас любят. Это нужно понимать. Дальше. Дальше. Следующее, о чем нужно сказать, это, наверное, социальная модель семьи, которая есть у вас, она была воспитана вашими родителями. И, собственно говоря, вы ей следует. В этой модели, по всей вероятности, женщина занимает подчиненное положение по отношению к мужчинам. И вы сейчас, ваша зависимость, есть конфликт. Конфликт между моделью семьи, которую вам привели родители, и моделью семьи, которую вы сами себе нарисовали, то есть сами видите. И поскольку модель нарисованная родительница является более такой прочной, она лежит в основе, а модель ваша, собственно, это уже пришедшая к вам самостоятельно на вопрос жизни, то, естественно, вы сомневаетесь в том, значит, что последнее является правильным. То есть вы сомневаетесь, вы думаете, что ваши родители, или так они вас воспитывали, и они, соответственно, вам правильную модель воспривали. А вы, вы можете ошибаться, вы боитесь этой ошибки. Так вот, что делают родители? Наши родители, скорее всего, жили при Советском Союзе. Они привыкли к тому, что общественное мнение, вот общественное мнение в Советском Союзе являлось доминирующее. Там считалось правильным, как и в любом обществе, где человек занимает место социального индивида, то есть ячейки общества, свои личные эмоции сдерживает, не позволяет им вырываться, не позволяет им реализоваться. И они в таком ключе воспитали вас, значит, в том ключе, что человек ориентирован на общество, на любое общество. Семья, там, работа, там, еще что-то. Семья тоже общество. И это справедливо было так, да? Для них это было справедливо. Потому что люди, живущие в Советском Союзе, были никем иным, как социальным индивидуумом. На тот момент такова была реальность. А сейчас реальность другая. Сейчас каждый человек, это индивидуально, это лично. То есть человек, который живет своими личными, собственными убеждениями. И когда он задает семью, это акт добрый год. То есть человек добровольно связывает свою жизнь с кем-то другим. И, значит, шерстует частью своей свободы ради другого человека. Это акт добрый год. Но при этом самостоятельности человека никто не осуществлял. И в рамках этого, того, что сказано. Но необходимо определить. Вы сами для себя считаете правильным. Но что? Ага. Какое поведение? Социально ориентированное. То есть исключительно на жизнь в обществе. И надо сдерживать своих эмоций, своих же желаний. Ради обчерпенных интересов. Любых. Либо вы считаете правильным человек самостоятельно. Отдельно развиваться. И тогда эмоции сдерживать не нужно. Сначала определяем, что для вас правильно. Что для вас более приемлемо. А после этого просто постепенно, постепенно учимся делать то, что нравится вам. При этом, ведь то же, то ваше поведение, которое сейчас сформировалось, оно нуждается в коррекции. То есть у вас есть определенное поведение, которое вам комфортно, которое у вас вызывает чувство, собственно, гармонии и все. Но при этом есть свои желания, которые вносит диссонанс. Так вот. Понятно, что сразу стать самостоятельной личностью в семье у вас не получится. Вы не сможете сразу одним маком решить эту проблему. Потому что вы не привыкли так поступать. Нет нужного самого. То есть, там, допустим, вот, в мелочах, допустим, в виде, в быту, скажем, вот, что-то выбрать, там, какой-нибудь гейт, там, для душа, или, там, купить что-то чисто, потому что вы так решили. Мелочь, мелочь. То есть, не говорят, там, сразу, большую покупку. Нет, мелочи. И вот так, постепенно, постепенно, вы, во-первых, само себе показываете, что это здорово, когда человек живет на самом самом деле себе. Во-вторых, вы убедитесь в реакции своей семьи, которая в любом случае вам что-то покажет. То есть, если они вас любят, они будут рады, они будут удобрять такое ваше поведение. Если они не будут рады, потому что они так сильно вас любят, и отношения к ним нужно пересмотреть, да? А дальше, вы убедитесь в том, что человек может сделать другого человека счастливым максимально и полно тогда, когда он выполняет все социальные роли. То есть, вы выполняете роль жены для своего мужчины, вы выполняете роль матери для своих детей, вы выполняете роль друга для своих друзей, вы выполняете роль работника для места своей рабочей деятельности, вы выполняете роль дочери и ребенка для своих родителей и так далее. Вот все эти роли необходимы вам для того, чтобы вырыть полноценную визуальность, как лично. Если этого не делать, то будет нежитворенность, будет нереализованное желание, будет соответственно благодаря этим нереализованным желаниям переносы энергии на что-то другое, что будет вызывать аномалии. Так, иногда, что будет негативно влиять на ваших домочалцев, на вашу семью, что в итоге приведет к конфликтам, конфликтам, германным ситуациям вообще и к психологическим проблемам еще большим у вас, чего естественно не желательно. То есть, для борьбы со зависимостью необходимо проработать более личностного уровня, то есть понимать, что именно вы пытаетесь это зависимостью закрыть, что именно вы пытаетесь это зависимостью покрыть и так далее. И научение новому победению. По сути, вам необходима психокоррекция, то есть коррекция поведения, скажем так, первый уровень терапии, но в данном случае он не является первым, потому что сперва прорабатываются внутренние причины, то есть психоанализ, и потом уже анализ причин, да, и потом уже происходит коррекция поведения, потому что поведение изменяет легче, если вы понимаете причины, если вы понимаете, откуда растут ноги у вашего поведения. Для этого вам нужно ответить на те вопросы, которые были заданы вначале, и это поможет вам нащупать верный след. Ну, а если у вас нет желания поработать с каким-то специалистом, то выбирайте и записывайтесь на консультацию, чтобы более подробно и приватно обсудить проблему, решить ее и наконец встать свободных в отношениях. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго.